Дорогие друзья, здравствуйте! Вы смотрите программу «Рождённая в СССР» в студии «Я и её ведущий» Владимир Глазунов. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы, как и происходит каждый вечер. Звоните нам по телефону 617-5197. Наш электронный адрес в интернете – nostalgia.tv.ru. «Рождённая в СССР» «Лучше дублировать плохой американский фильм, чем снимать плохое русское кино». В студии программа «Рождённая в СССР» актёр, режиссёр, сценарист Леонид Белозорович. Леонид, добрый вечер! – Добрый вечер! – Рад вас видеть в нашей студии. Как настроение? – Настроение прекрасное. – Крепское такое у вас рукопожатие. Вы спортом занимаетесь активно? – Я вообще занимаюсь. Я занимаюсь горными лыжами и постоянно хожу в спортивный клуб. Занимаюсь. – Я прям почувствовал. – Два-три раза в неделю постоянно. – Я только на костылях давно забросил. – Спортзал. Я прям почувствовал, что вы в такой отличной форме находитесь. – Да, в общем, наверное, да. В общем, в спортивном клубе удивляются. Хотя мне уже достаточно много лет. – Не скажешь, что вам много лет. – Ну, сейчас пококетничаем немножко. Сколько там кому лет? – Сколько мне лет? – Хорошо. В визитной карточке, пожалуй, мы узнаем, сколько лет Леониду Григорьевичу. Сейчас визитная карточка, потом вернёмся. Леонид Белозорович родился 30 октября 1951 года в Минской области. В 1969 году окончил 10 классов Узденской средней школы-интерната и поступил во ВГИК в мастерскую Игоря Таланкина. После окончания ВГИКа был распределён в актёрский штат на киностудию «Беларусь. Фильм» в город Минск, где с 1973 года по 1974 год работал актёром кино. С 1975 года стал штатным актёром киностудии имени Горького. В 1983 году окончил режиссёрское отделение ВГИКа, мастерскую Бориса Столпера и Юрия Озерова по специальности режиссёр-постановщик театра и кино. На киностудии имени Горького как режиссёр снял два художественных фильма «Катенька» и «Двое на голой земле». В его режиссёрской фильмографии также сериалы «Белые одежды», «Ундина 2», «Чёрная богиня», «Дом образцового содержания», «Без права на выбор». Соавтор сценариев к фильмам «Двое на голой земле», «Белые одежды» и «Без права на выбор». Много лет успешно работает на дубляже мультфильмов, компьютерных игр, иностранных фильмов в качестве актёра и режиссёра дубляжа. Его голосом говорят Гэри Олдман, Джон Траволта, Курт Рассел, Джеймс Вуд, Кристофер Вальс, Джон Малкович. И это всё о нём, может быть, недалеко не всё о нём. 55 минут у нас есть для того, чтобы всё рассказать про Леонида Григорьевича в нашей портретной прекрасной программе и задать любые вопросы, как всегда, вы можете по телефону 617-5197. Великолепные фотографии Леонида вы увидели сейчас. Очень много таких в военной форме. То есть такой типаж, да, есть такое выражение? Много. У вас такой военный типаж был, видимо, на определённом этапе пути, да? Вы знаете, так сложилось. Первая роль в своей жизни, которую я сыграл, это был Юнга в картине «Посланники вечности». И тогда это такой фильм о революции, и у меня была «Морская форма», я Юнгу играл. И актёр Нюмата посмотрел на меня и сказал, слушай, тебе форма идёт, всю жизнь будешь играть военных. Как в воду глядел? Я только военных играл. Ты начертал судьбу Нюмата, да, по сути дела? Да, в каком-то смысле. А я думал, первое кино – это последнее лето детства. Оказывается, нет, да? Нет, нет. Последнее лето детства – это уже где-то вторая, верите, картина, наверное. Это один из первых фильмов, да? Да, один из первых картина, конечно, конечно. Ну, хорошо. Тогда по традиции в начале программы я всегда прошу своих гостей адресовать зрительской аудитории какой-нибудь вопрос, желательно связанный с нашей жизнью прошлой, с ностальгией каким-то образом. С ностальгией. Зададите такой вопрос, Канин Григорьевич. Ну, я попробую. Мне бы хотелось, чтобы зрители вспомнили какой-нибудь первый фильм цветной, который они видели в своей жизни. Но я предупреждаю, что это вопрос такой немножко каверзный. Здесь есть маленькая изюминка. Поэтому, если зрители вспомнят первую картину цветную, мне будет интересно, какая это картина. Итак, друзья мои, вот давайте вот с чего начнем. Вообще, когда, на ваш взгляд, появилось, с чего начинается цветное кино? У нас, не у нас, вообще, в принципе, когда это произошло? Ну, и, конечно, какая была первая картина в цвете, которую увидели вы? Спрашивает вас Леонид Григорьевич в данном случае. 617-5197. Это тоже вот такой один из вопросов. А если говорить про каверзу и подвопросник такой, какое вообще кино, в принципе, можно было назвать цветным? Самое первое кино. 617-5197. То есть, где впервые появляется только цвет? Да, впервые появляется цвет, да. В каком фильме впервые появляется цвет? 617-5197. Вот так, совсем уплотнили вопрос. В каком фильме впервые появляется цвет? А вы какой фильм вообще помните? Первый, свой, самый фильм? Свой? Да. Очень хорошо помню. Это Чапаев? Нет, что вы. Я родился в глухой деревне в Белоруссии. Это маленькая такая деревушка, 20 домов. Даже улицы не было. Болото и все. Вот лес, болото, больше ничего. Хороша фактурка. И я первый раз фильм увидел. Это у меня удивительное совпадение. Первый мой фильм, это был фильм Игоря Таланкина «Вступление». Вот тот же Таланкин, да? Тот же Таланкин. Вы знаете, как интересно? Путеводная звезда. Прошло много лет. Я заканчиваю интернат, детдом, в начале детдом, потом интернат, заканчиваю. Поступаю в Абгик на актерское отделение, поступаю к Игорю Таланкину в актерскую мастерскую. Не зная... Не специально же это все произошло. Не зная того, что фильм «Вступление» – это его фильм. И мы на встрече, естественно, вспоминаем его фильмы. И вдруг я слышу своего мастера, что фильм «Вступление»… Ну, в общем, конечно, дикий, необразованный мальчик деревенский. И вдруг я узнаю, что фильм «Вступление» – это фильм моего мастера. Я был потрясен, честно говоря. А число «Вступление» вас так потрясло? Ну, фильм «Удивительный». Вообще мало кто вспомнит сегодня. Вот так спроси, опрос на улице проведи, там не каждый назовет эту картину, согласитесь. Фильм удивительный, удивительный. Там юный Борис Токарев играл. Это одна из первых. Ургант изумительную совершенно роль играла. Я не знаю, он меня так отпечатал. Он такой был пронзительный. Он такой был острый. Он запечатлелся на всю мою жизнь. Вообще, действительно, очень хорошая картина. Очень хорошая картина. И по сей день я вот как-то пересматривала. Она по сей день трогает. А там у вас передвижка была или как? Вот в этой древней глухой. Сельский клуб передвижка, да. Сельский клуб тарахтит сзади вот этот вот киноаппарат. Ну, ты на это внимание и не обращаешь. Нет, не обращаюсь. Сидят мужики, курят клубы дыма. Там охорка. И дети сидят, вытаращив глаза, смотрят на экран. И вот мы смотрели над белой пробитой дыркой. Может быть, такой простыня такая. А он не в цвете был этот фильм, да? Нет, черно-белое. Черно-белое кино, да? То есть это неправильный ответ на вопрос Леонида Григорьевича. Это не подсказка совсем. Надежда из Москвы. Надежда, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Надежда. Фамилия моя Турчанова. Я из Москвы. Очень приятно. Я хотела бы ответить на вопрос, если я правильно поняла. Какой фильм художественный был в цветном изображении, правильно? Да. Это «Донские казаки». Так, хорошо. Ваша версия принимается. Принимается. Итог. Мы сегодня все версии выслушаем. Ваша версия принимается. Не знаю, какой приз выручить победителям в конце программы. Олег из Екатеринбурга. Олег, доброй ночи уже. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Вы тоже хотел бы ответить на вопрос. Ну, тут, по-моему, уже сказали, да, что раскрашенный броненосец Потемкин не является, да? Ну, вот у меня другая версия. Там вот флаг был раскрашенный броненосец Потемкин. Что «Хозяйка Медной горы» был первый советский фильм «Сказка цветной», насколько я помню. Там сын Макаровой в главной роли. А я вот вообще увидел жандарм женится. И, по-моему, даже первое ощущение от этих фильмов, конечно, было очень ярким. Но все-таки я жалею, честно говоря, что сейчас вот черно-белые фильмы не снимаются. Мне кажется, они были гораздо выразительнее. Черно-белые выразительные? Да, да. Гораздо выразительнее. Чем цвет? Да, да. Мне кажется, вне разы. Хорошо, спасибо вам. Вот несмотря на то, что вы так подробно, интересно ответили на наш вопрос, мы все равно в конце, как и договаривались, уж не будем нарушать правила, в конце подрезюмируем и назовем правильный ответ. Никто ничего не говорил, что подразумевается, что не подразумевается. Этого не прозвучало. Вы, видимо, ослышались в данном случае. Мы имели в виду первый цвет на экране. Вот что когда появилось? Виктор из Гатчина. Виктор, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Что касается вот таких хороших вопросов, мои первые цветные фильмы, которые я видел, это такие дальние детские воспоминания, что, боюсь, я сам себе, наверное, ошибусь в этом плане. А что касается первого цвета на экране, то это, наверное, в фильме «Бринносит Патченкин» Сергея Эйзенштейна, где появился ярко-алый красный флаг на экране. Он тогда произвел впечатление, в общем-то, на весь мир. А у меня, если позвольте встречный вопрос, когда называли актеров, которых он озвучивал, это настолько характерные актеры. Вот мне интересен, вот выбор актера присутствовал здесь при выборе вот тех, кого он озвучивал. Такие интересные актеры. Я думаю, в данном случае, не всегда, я сейчас чуть-чуть быстренько скажу, не всегда присутствует выбор актера, не всегда актер является решающим звеном в данном случае. Но передо мной ведь не только сидит актер озвучание, но и режиссер озвучание. Поэтому выбор-то иногда бывает за Леонидом Григорьевичем, я думаю. Более того, я подбираю актеров, я кастинг провожу, и я выпускал, начинал когда-то и «Власилин колец», и «Гарри Поттер», первые все картины я выпускал. То есть, конечно, режиссер решает. В первую очередь, режиссер. Так это вы выбрали того самого, которого Гарри озвучивал. Как зовут этого прекрасного артиста? Елистратова? Елистратова, да. Да, это я выбрал, да. Который все потом фанаты возненавидели. К сожалению, он нехорошо себя повел. Не будем на этом всем распространяться, но в общем-то... Он нехорошо себя повел? Да, он себя нехорошо себя повел. А, я просто думал, что он не понравился фанатам. Нет, 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 он себя просто не очень хорошо повел. К сожалению, после этого ему путь был заказан в «Мосфильм». То есть, вы не хотите рассказать, в чем повинность и провинность? Знаете, я думаю, что это такой узкий вопрос, поэтому мне бы не хотелось распространяться. Ну, хорошо, видите. Пускай на его совесть останется. Не на все вопросы мы будем в прямом эфире сегодня отвечать, друзья мои. А что касается выбора артиста, что касается кастингов для озвучения, я так понимаю, что вы сами выбираете для себя тоже определенную работу, да? Как режиссер, имеете в виду? Нет, как актер, как человек, озвучивающий персонажа. Конечно, конечно. Но где-то я прочел по поводу того, что вы говорите, если вот я вижу, что никто другой не сможет это сделать, берусь я. Да. Вы хорошо знаете меня. Вот видите? Да, это правда. Если я вижу, что никто лучше меня это не сделает, конечно, я берусь. Я стараюсь не, так сказать, не хватать подряд все роли, но если я знаю точно, что ты сделаешь лучше, чем кто-либо, то это буду делать и я, естественно. Если кто-то помнит картины с Майерсом, там, Голдмэмбер и так далее, вот эти все знаменитые такие экстра-фантазмагоричные такие комедийные картины, да, то в одной картине, допустим, я озвучивал и доктора Зло, и того же самого Майерса, две роли главные, и зрители не могли даже определить, что один и тот же актер озвучивает две роли. Ну вот, так что... Вот он-то вам, перевоплощение. Перевоплощение, да, но я был убежден, что лучше меня это не сделать. Может быть, я немножко нагловато это говорю, но я думаю, что я не знаю. А я всех артистов перечислил, которые говорят вашим голосом, или я кого-то забыл? Ну, в принципе, основные, да. Нет, достаточно много, но, понимаете, это основные, которых вы перечислили, это основные. Ну, так принято у нас в дубляже, что актер, если он нравится зрителю... Более того, я маленький такой секрет открою. Первые утверждения актеров на дубляж, да, проходили не только у нас. Орнер Бразерс, им посылали наши голоса, и они утверждали. Поэтому это были утвержденные голоса. Ну, почему первые? Гарри Поттер наверняка так же проходил. Гарри Поттер совершенно, рядом со мной, да, консультант, и все, поэтому это все было достаточно серьезно было. Это не совсем, так знаете, такое своеволие, да, вот я могу и так делаю. Нет, это не совсем так. Это все-таки такое коллегиальное решение. Но, конечно, я отвечаю за исполнителя, за эту роль, и, конечно, мое слово главное. Ну, бывает такое, что консультанты нервы-то потрепят, как рядом находящиеся. Они мешают только. Вы знаете, да. Бывает так? Да, согласен. Я не спец в вашем деле, но я загадываю, что... Не то слово. Даже более того, они настолько мешают, что невозможно работать просто. Просто приходится... Иногда их приходится как-нибудь уводить из студии, там, придумывать какой-нибудь повод, чтобы он ушел, чтобы работа двигалась, и такие вещи случаются. Ну, что ж, такая специфика работы. Вернемся к специфике через какой-то момент, а пока послушаем Андрея из Ижевска. Андрей, добрый вечер. Здравствуйте. Здрасте, Андрей. Вчера я до вас, слава богу, дозвонился, дозвонился и сегодня. Я думаю, вы скажете, что я, слава богу, не дозвонился до вас. Нет, слава богу, дозвонился. Мое предположение такое, что первый цветной, или точнее, как мне кажется, расцвеченный фильм, это... Вы знаете, ну, мне кажется, что это парад победы в Москве, это документальный фильм, вот, ну, где были Рокоссовские, где был Жуков, но не было Сталина. Вот такое мое предложение, предположение, точнее. Ну, вот так. Спасибо вам большое за оригинальную версию. Мы спросили про художественное кино. Друзья мои, я вам сразу скажу, не про документальные расцвеченные парады. Хотя, с другой стороны... Хотя имеет место быть. Имеет место быть, да. Но то, что вы произнесли слово расцвеченный, это, мне кажется, уже совсем немножко другая история. Вот сейчас стали очень многие фильмы придавать светом, да? И мне кажется, даже содержание из-за этого изменилось, картин, в чем-то, да? Ну, мне кажется, просто потерялась какая-то такая, знаете, атмосфера. Вот первозданность этой картины, потому что всякие картины, когда задумываются о черно-белом... Вот здесь кто-то сказал, зрители, что там черно-белая картина, они более... Ему больше нравились, да? Да, да, да. Правда? Это многие считают, и режиссеры так считают. И более того, могут даже сказать, что и операторы многие очень любят с ним о черно-белом кино, потому что в черно-белом кино вообще есть такая выразительность. Какая-то авторская суть. Удивительная выразительность, потому что средств-то мало. Это видение, взгляд оператора или фотографа, да? А цвет-то всего лишь ограничен. Черно-белый цвет. Поэтому здесь, мне кажется, какое-то особое мастерство, особое чувство – это уже такой достаточно дар божий, так скажем, уметь снять хорошо черно-белое кино. Не каждому-то дано. Цветное кино легче снять, на мой взгляд, в каком-то Сегодня актуально снимать цветное кино. Сегодня, согласитесь, черно-белое кино будут снимать только те люди, которые будут исключительно авторские какие-то позиции в кино, либо на определенный стиль. И согласитесь, если мы видим две фотографии, черно-белую цветную фотографию, то мы более обращаем внимание, если современные снимки, как они старые, на черно-белый снимок сегодня, потому что он более стилен, более выразительный. Александр из Москвы. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот сначала я хотел бы две реплики сказать, а потом уже ответить на вопрос. Пожалуйста. Вот я все ждал, что гость Леонид поправит ведущего. По поводу. И все-таки то ли он это не расслышал, то ли... Ну, я хочу сказать, вот вы два раза назвали Столтер фамилия. Вот как зовут Столтера? Александр Борисович, да. А он назвал Борисом. А, Господи, я не обратил внимания, прошу прощения. Да, да. Александр Борисович, конечно. Он живой и мертвый, поиск о настоящем человеке. Да, да, да. Что, что? Да, действительно. И второй момент, это опять к ведущему, Владимир, вот я понимаю, было время, как-то исчезло из конечных титров, титры, которые готовят передачу. Вот я сейчас смотрю, исчезли анонсы ваши, какие будут гости даже в этот день. Вот ни вчера не смог, ни сегодня. Просто вот есть люди, у которых нет компьютера, значит, им как, вот где? Ну, журналы это не печатают. Вы имеете в виду в 21 час то, что я анонсировал программу? Да, вот без одной минуты девять было. Да. Они пропали, их нету, и не в пять часов. Это временные сложности. Я быстро объясню вам, потому что я сейчас сломал ногу, и на костылях мне сложно приходить в студию для того, чтобы в 21 час. А, я думал, может, технически что-то. Это техническая, да, сложность, только моя техническая сложность произошла в данном случае. Но я записываю анонсы, и в течение целого дня в эфире телеканала «Ностальгия» идет анонс человека, который будет у меня вечером в гостях. А вот нельзя ли так уж в догонку? Может быть, это и другим будет удобно. Ну, давать в понедельник на все четыре дня как бы такой предварительный анонс. Вот у нас будут то-то, 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 так-то и так. Если это можно, конечно. Да все возможно. Во-первых, есть сайт телеканала. Извините, у нас тут технические неполадки. Мы-то между собой поговорим, по кочейку попить. Во-первых, есть сайт телеканала. Я думаю, он доступен для всех. «Ностальгия.ТВ.Ру». Я начинаю каждую программу с объявления этого сайта. Там есть гости на всю неделю. Во-вторых, гости меняются. Не все могут. Даже те, которые обещают к нам прийти на неделю, не все могут. Эта неделя нас подвел Юрий Грымов. Эту неделю подводит нас Краснов. Его завтра тоже не будет. Поэтому они переносятся на какое-то время. Краснов на неделю перенесся. Кто-то перенесся на осень и так далее. Поэтому нет смысла вот так вот. Четырех человек наверняка выставляет заранее. Поэтому мы делаем это за год, но за день. Договорились? 6751.97. Возвращаемся к великолепному артисту, режиссеру. Леонид Григорьевич Белозарович у меня сегодня в гостях. В данном случае я ничего не перепутал. В отличие от Столпера. Вадим из Москвы. Вадим, добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем вас. Мне кажется, я даже уверен, что первый советский цветной фильм был снят Николаем Эком в 1936 году Груне Корнакова. Он еще снимал «Путевка в жизнь». Это очень знаменитый и известный режиссер наш. Спасибо большое. Еще одна интересная версия. Была легкая такая подковырка в вопросе у Леонида. Он спрашивал вас не вообще первым, кто начал цветное кино снимать. Хотя нам интересно, какое цветное кино и вы посмотрели тоже впервые. А вот что в цвете впервые появляется на экране? На советском экране тогда еще, да? Да, конечно. Советский, конечно. Алексей из Курска. Алексей, добрый вечер. Алексей, 617-5197. Напоминаю, лично вам телефон. Начнем с киноработ моего сегодняшнего гостя. Я подозревал, что картину, которую вы увидите прямо сейчас, являлась первой. Но Леонид Григорьевич меня уже поправил. Это одна из первых картин, с которой начинался путь в кино моего сегодняшнего гостя. Увидим, потом вернемся. Вот таким предстал перед советскими зрителями Леонид Белозаврович. Сейчас скажу, в каком году. В каком? В 74-м году, да. В 74-м году, да? Вот одна из самых таких первых больших ролей в кино, да? Да, да, да. Снятая еще, наверное, уже не на Беларуси фильме. На Беларуси фильме. Еще на Беларуси. Валерий Рубинщик, режиссер. Тот самый год, который вы провели на Беларуси фильме, единственный, да? Единственный. Подарил вот эту картину, да? Хорошо. Жанна из Мариэл на прямой связи с нами. Жанна, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Жанна. Вот, если я правильно поняла, вы хотите, чтобы я назвала первый цветной фильм, да? Мы очень хотим, чтобы именно вы назвали, да. Да, вот я думаю, что, во-первых, начну с того, что первый цветной фильм был снят в 35-м году в Америке. Это Бекки Шарп. В России был снят в 36-м году. Это известный фильм, по-моему, все должны знать. Это Груня Корнакова, режиссер Николая Эк, оператор Провоторов, или Провоторов, по-моему, Провоторов, наверное. Вот, я думаю, что это первый. Потом снимал Эйзенштейн, у него, по-моему, у Вани Грозов какие-то эпизоды, или Опричников что-то там было, цветные кадры. Вот. Вот это, ну, это 40-е годы уже. Вот. Ну, а Бронёй Спотёмкин, красный флаг, его же потом просто покрасили. Я думаю, это не относится. И потом Эйзенштейн снимал, считал, что кино должно быть не цветным, а цветовым. То есть цвет должен быть элементом драматургии фильма. Вот, что я могу сказать коротко. Спасибо вам большое. Мне кажется, даже немножко пожалел Леон Григорьевич, что задал вам такой вопрос. Пожалуй, да. Потому что ответов правильных может быть несколько в данном случае. И все неправильные ответы. Да. Игорь из Москвы. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Я вот хотел бы ответить на вопрос. Да, Игорь, пожалуйста. Да, вопрос был поставлен. Такой фильм я, допустим, видел. Да, вы какой первый в цвете увидели. Но для меня сложилось впечатление, что это «Тайна двух океанов». Так. И близко к этому это человек-амфибия. Это то, что я помню с его детства. Ну, вот по раскрашиванию, я вот, честно говоря, не представляю, чтобы Чапаев сейчас был в краске. То есть, по-моему, сейчас идет какой-то перебор с раскрашением вот этих фильмов старых. Они все поддерживают. Черно-белое кино, оно вообще великолепное было. Спасибо большое. Ну, мы уже начали говорить на эту тему немножечко с Леонидом Григорьевичем, что исчезает колорит какой-то, да, времени. Исчезает даже интонация определенная, да, из тех фильмов, которые преподносят нас в цвете сегодня. Ну, даймуди такая. Хочется увидеть картину вот из другой стороны, с изнаночной стороны. Посмотреть, как бы она выглядела и так. То есть, вы тоже не сторонник, да, того, чтобы фильмы обновлялись таким образом? Ну, я думаю, что нет. Конечно, не сторонник. Не стоит в эту вот дважды заходить и красками красить? Да, не стоит абсолютно. Потому что в этом было решение, понимаете, это было задумано. В этом было решение и режиссера, и оператора в этой черно-белой картине. И, мне кажется, происходит, повторяюсь, разрушение. Происходит разрушение. Это даже жалко. Приступить к ликвидации, так называется, картинок, которые тоже снимался в свое время Леонид, кусочек прямо сейчас. Рожденный в СССР Леонид Белозарович у меня сегодня в гостях в прямом эфире. Снова мы видим, сбывается пророчество Юматова. И снова мы видим офицера. В данном случае очередная роль, роль офицера. Александр из Первомайска. Правильно, да, Александр? Да, Александр. Да, очень приятно. Добрый вечер, слушаем вас. Вадим Илья Леонид, да. По-моему, сам первый цветной фильм – это «Каменный цветок» 57-го года, насколько я помню. «Каменный цветок», так. Да, а вообще «Каменный цветок» мне вспоминается в 71-е годы, когда я впервые увидел цветной телевизор у соседей. Мы там собирались всем двором, жевали одну жвачку по очереди и смотрели. И было очень удивительно смотреть «Песни 71», например, по цветному телевизору. Какой фильм? «Песни 71» передачи «Черно-белая» по цветному телевизору. Очень удивительно и интересно смотреть. Ну да, спасибо большое. Это тоже чудо. Это вообще примет нашего советского времени – дожевывать жвачку за дымом, во-первых, досматривать кино до нашего штаны и так далее. Когда-то и лупы, и линзы были тоже роскошью большой для нас, да, я не знаю, застали, вы помните ли те времена, когда собирали всего этого телевизора, а потом цветное телевидение. Это была, конечно, большая роскошь по тем временам, посмотреть цветное кино. Чудо. Чудо, да, настоящее чудо. 617-5197. Если вот я правильно прочел вашу визитную карточку сегодня, то как называется Узденская? Узненская. Узненская, да. Узненская. Узненская школа-интернат. Узда. Узда. Узненская, да. Школа-интернат вы заканчиваете. Это детский дом? Дело в том, что я вначале учился в детском доме в Заславле, потом, это уже интернат был, я там 8 лет провел в Заславле, а уже заканчивал среднюю школу, это был переведен сюда, вот в Узненский интернат, и это уже бутой. Вот, так что у меня было таких два, вначале был детский дом, потом интернат. А почему интернат? Вы росли без родителей? Знаете, это такая печальная история. С улыбкой сказал он. Да. Нас сельский совет отдал в эти интернаты, оставшиеся в живых четырех братьев, потому что у меня было 12 братьев. Ничего себе. К тому моменту, когда нас распределили по интернатам, по детским домам, осталось живых четверо. Поэтому было принято решение сельским советом, чтобы как-то спасти оставшиеся, нас раздали по интернату. По разным совершенно. Ну, так вот случилось. А с родителями-то что? Родители были живы. Все равно невзирая на это? Просто была очень такая, так скажем, чтобы никому не обидно, неблагополучная семья. Ах, вот в чем-то тяга, да? Да, да, да. Отец у меня, он воевал, он без ноги, он трик, перенес тяжелые контузии. Он закончил московское военное училище, он был офицером. И был очень, после войны, конечно, был очень таком сложным, со здоровьем было в ней не в порядке очень. Вот. И у него были очень сложные отношения с матерью. Вообще была очень сложная атмосфера в доме. Поэтому, вот я уже сказал, что оставшиеся, четверых нас живых уже оставили, раздали по интернату. Ну, в те годы очень часто случалось такое, что в многодетных семьях не все дети являются благополучными. Остальные, так сказать, тонули, горели, все было, умирали и так далее. Ну, выплыл один, как ясный лебедь, вспорхнул, долетел до ВГИКа. Это же, в общем, после Удинского школы-интерната поступить во ВГИК, это же непросто. Да, это было непросто. Ну, вы знаете, так вот это сейчас кажется удивительным, может быть, трудно в это поверить. Но в моем классе в интернате, в УЗД было 28 человек, вот в моем выпуске, да? Из них в институты, это дедомовцы, интернатовцы, в институты, в университеты поступило 24 человека. Притом Москва, Питер, Минск, высшие университеты, вот такой был уровень образования. И я хочу сказать, что у нас не было репетиторов. Нам никто не помогал. Я вышел из интерната, мне дали подушку с собой, и все. И больше ничего у меня не было. Я эту подушку, правда, выбросил, потому что мне делать с этой подушкой? Не спать же на ней на улице. Видимо, было желание какое-то, внутреннее стремление стать человеком. Да, да, совершенно. Выбиться в люди каким-то образом. Другой вопрос, что, к сожалению, не все выдержали потом вот эту жизнь без интерната. Потому что помощи неоткуда. И дети многие не выдержали. Бросьте, многие попали в места не столь отдаленные, к сожалению. Хотя, еще раз говорю, выпуск был фантастический. Фантастический выпуск был. Но судьбы не всех сложились, так как у меня, допустим. Один из моих однокурсников, одноклассников, Адам Ремашевский, контр-адмирал флота, очень известный. Живет в Питере сейчас. Ну, вот я актер, режиссер, сценарист. Мы на 40 лет ездили в Узду, в мой детдом, в интернат и встречались. Он еще жив, да? В Узде стоит интернат по-прежнему. Да, да, да. Я вспоминаю с ностальгией. Я вспоминаю это как самые счастливые минуты жизни моей. Это самое лучшее, что в моей жизни было. Ну, если так не считать, конечно, институт, который я очень люблю. Ну, да. Но это мне спасло жизнь просто-напросто. Я, знаете, я впервые, попав в интернат, я впервые, меня три раза в день кормили. Мне дали одежду, мне дали... Я спал на белой простыне. Вы что вы? Это было удивительно совершенно. Я написал автобиографическую повесть, которая называется «Летящая игла». Можно ее прочесть. Такой есть сайт proza.ru, русским буквам. Там написана моя фамилия и называется «Летящая игла». Там подробно написана биография моя. И я хочу сказать, что это самое счастливое время моего детства. Вот интерната. Почему-то сейчас, когда говорят об интернатах, да, и детдомах, говорят, что вот это что-то такое ужасное, что-то такое страшное. Да неправда это все. Ну, по-разному складывается. У кого-то и в армии хорошо все складывается, кто-то инвалидом возвращается. Согласен. Согласен. Ну, знаете, мне кажется, вот у вас передача «Рожденный в СССР», да? Мне кажется, что в то время к детям относились как-то теплее. Мне так кажется. Может быть, поскольку у меня было детство такое очень достаточно необычное в каком-то смысле, да? Но мне кажется, что тогда было что-то больше доброты, больше теплоты. У нас и диспансеризация детей была ежегодная. И за нами смотрели. Я пришел, когда я попал в детдом, извините меня, у меня был хронический оттит. Там просто совершенно больной мальчик. Меня Александр Николаевич Гринь, врач, лечил как своего родного сына. Он меня на руках просто, что называется, носил и вылечил, и сказал, вот я тебе вылечил, теперь береги свои уши. И я всех пор эти уши берегу. Но меня вылечил, понимаете? Вот поэтому я это помню, эту доброту, эту теплоту этих учителей, врачей в интернате. Ну, себя помните лежащий вот на тех белых простынях, которые уже по тем временам для вас были роскошью? Имея вот то самое трехразовое питание, которое, опять-таки, как праздник для вас воспринималось по тем временам. Вы себя уже тогда представляли в кино, в режиссуре? Мне кажется, по тем временам об этом мечтаете, все равно, что на Луну полетели. Вы не поверите, я был такой рассказчик в интернате. Я любил по вечерам рассказывать кино, которого никогда не видел. Мы ложились спать, нам отбои объявляли. И меня звали Лёва. Почему Лёва? Ну, почему-то вот Лёва звали. Леонид Лёва, да. Лёва, расскажи кино. И я начинал рассказывать какую-то историю. Якобы это кино. Конечно, никакого кино не было. Но я рассказывал эту историю, такую драматичную, какую-то я на ходу придумывал. И я уже рассказываю, рассказываю. Она длится, длится. И только я уже сам начинаю засыпать. Друг слушаю. Лёва, что дальше было? Кто-то еще не уснул. Кто-то мне подает голос. И пока последний не уснет, я рассказываю это кино. Это, видимо, тогда что-то было. Но на самом деле, впервые на меня, вот, может быть, почему кино? Впервые я увидел у нас в Заславль, приехала съемочная группа через кладбище. Был такой фильм, режиссер Туров белорусский. Классик такой белорусский. И мы прорвались на эту съемку вечернюю. И там мальчик, я забыл эпизод, там мальчик ползет, значит, там фашист, он ползет, значит, там совершить какой-то террористический акт партизанский. И мне это взрывы какие-то, эти флаги немецкие, мотоциклисты, мне так это потрясло. Но я просто был в каком-то совершенно фантастическом состоянии, глядя на все это происходящее. И, видимо, тогда что-то во мне вот сработало, мне показалось, что это какой-то совершенно необыкновенный мир. Должно было узнать, где создается этот мир, узнать, что есть в ГИК на свете, да, каким-то образом? Не знал вообще, тоже, скажу честно, не знал. Я узнал случайно совершенно, что уже в 10 классе, это уже было в УЗД, я случайно увидел объявление в газете, маленькое, потому что набирается набор в ГИК на актерское отделение. Ну, и я решил попробовать, вот просто так решил попробовать, помня, помня то чувство, то удивительное совершенно, вот картинки того, то есть через кладбище картины, которые я видел. Вот, и я поехал, и знаете, я как-то очень легко поступил. То есть с первого захода, да? С первого захода я шел очень легко, очень поступал, только единственное, что когда я, я когда сдал первый тур, я же белорус все-таки, и по-русски я совершенно говорить не мог. Я говорил на белорусском языке, и акцент у меня был страшно белорусский, вот, и комиссия была, конечно, в шоке, потому что я там, я по натуре такой эксцентричный актер, и у меня были все эксцентричные вещи, вот, и они все хохотали, падали, мне казалось, я читал, как дед Щукарь купил кобылу цыган, а цыгане ее надули насосом, значит, и она ее по дороге сдувала, эту кобылу, вот, такая история. Мне казалось, что я такой смешной, что я так здорово рассказываю, потому что они все ползали. Оказалось, просто немало что понимали из того, что я говорю. Потом, потом была потрясающая, педагог Полина Ивановна Лобачевская подозвала, мальчик, подойди ко мне. Я подошел. Она говорит, скажи, пожалуйста, Чарли Чаплин чудный человек, часто чудит. Ну, я по-белорусски, если на Чарли Чаплин чудный человек, часто чудит. Другого я не слышал просто-напросто. А когда ты помягче можешь? Я сказал, ну, я же мягко говорю. Ну, и все. Вот, и тем не менее, вы знаете, тем не менее, как-то вот я... Вы видели все равно, Аня, ваш материал, над которым можно работать. Мне сказали, мальчик, иди. И я пошел. Я пошел и вышел со студии, уже перешел дорогу, вдруг меня догоняет там парень из комиссии. Куда ты, говорит, ушел? Тебя же... Я говорю, ну, как, мне сказали, иди. Да ты что? Ты прошел. Подожди, иди, запишись. И вот так я пошел, и пошел, и уже дальше поступил в логику, уже все. Начались уроки подсвеческой речи выправлять. Опять, вы знаете, был момент такой очень тяжелый, потому что, когда я учился в АГИКе уже первый семестр, то у нас была народная артистка Ханова, которая сказала, этот мальчик никогда не заговорит по-русски, его надо отчислять. Она в Москве была такой грозный совершенно педагог, ее боялись все во всех творческих вузах. И я знаю, что надо мной висит этот домоклов меч, мы уехали на картошку, и я, когда все уезжали на машине отдыхать, да, я шел с картошки через поле один, там, или через лес, и я на весь лес эти поговорки повторял, повторял, там, проговаривал по-русски, значит, как правильно говорить это все. И первый экзамен, за первый семестр мы возвратились, я читал Пушкина, из Услана Людмилы, и все были потрясены. Поле сделало свое дело. Да, Поле сделало свое дело, да. Вот, я заговорил по-русски, все были потрясены. Ханова не могла поверить, что этот мальчик заговорил по-русски. А следующий фрагмент тоже с участием, конечно, Леонида Белозаровича. Прямо сейчас визит к Минотавру. Рожденный в СССР Леонид Белозарович. Мы сегодня в гостях в прямом эфире 617-5197. 20 минут мы еще будем общаться с вами, вспоминать цветное и нецветное кино, рассказывать о жизни и биографии Леонида Григорьевича. Меня, например, поразило то, что рассказал начальник Григорьевич. Я, к сожалению, не знал и не читал этой повести. Очень вам ее рекомендую. Еще раз обратимся к проза.ру Леонида Белозаровича. Русскими буквами, да, можно набрать ее. И там уже вы найдете всю историю «Удивительной семьи». Которая, кстати, вот эта история была, вот мы сейчас за кадром чуть-чуть говорили, имела возможность быть напечатанной, да, когда-то в «Новом мире», но разваливались издания к тем временам. Ну, дай бог, может быть, и кино появится. Нет у вас желания экранизировать? Я с этой повестью запускался на студии Горького. А, да. Ну, тогда были живы все герои этой повести. И, вы знаете, я посчитал, что это будет немножко… Некорректно. Некорректно по отношению к ним. Я остановил этот запуск и снял по повести Карпова, Володи, тоже автобиографичную повесть «Двое на голой земле». Вот. И я не жалею об этом. Просто тогда это было рано. Я мог обидеть людей, которые могли меня не понять, почему столько выложено боли, столько рассказано. Ну, да, всему свое время, конечно. То, что, может быть, не всем можно было рассказывать. Там очень откровенная повесть, признаюсь вам. А «Двое на голой земле» – это вторая ваша режиссерская работа, да? Да, «Двое на голой земле» – это мой второй фильм. Первая – это у нас Катенька. Мы сейчас к Катеньке подойдем через какое-то время. Давно ждет Галина из Егорьевска. Галина, добрый вечер. На моей пальце первый, седьмой фильм «Сельский врач». «Сельский врач». Спасибо вам большое. Ваше мнение принято. Следующий звонок из Рязани, да, Андрей? Добрый вечер. Да, да, да. Андрей, говорите «добрый вечер». Андрей. Да, да, да. Вы в эфире говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вот по поводу черного и белого, черного кино, но, может быть, что-нибудь там и могу по началу повезет путать. Я вам расскажу немножко свою историю. Она связана с тем, что, значит, я, когда еще был мальчиком, подростком, значит, мой отец купил цветной телевизор. Так. И, значит, мы поставили около всех гостей, и вдруг показывается черно-белое. Мы очень долго мучились, я, точнее, долго мучился, чтобы сделать его цветным. А потом выяснилось, что мы смотрели черно-белое, фильм «Адъютант» и его происходительство. Он был черно-белый, к сожалению, для нас. И, значит, вот так получилось, что черно-белое и цветное, вот в этом, когда мы сидели, ждали, а оно все-таки было черно-белое. Спасибо вам большое. Ну, действительно, кинопроизводство не поспевало за техническим прогрессом, да? Очень многие фильмы еще шли в том формате, в котором они были сняты. А мы-то, наверное, пытались настраивать. Ну, как же мы телевизор в цвете купили? А тут показывают нам такое. Тамара из Пензы. Тамара, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Тамара. Здравствуйте, Володя. Здравствуйте, Леонид Григорьевич. Еще раз здравствуйте. Спасибо вам огромное за ваше творчество, за все ваши роли, за сценарий, по которым были поставлены прекрасные фильмы. Спасибо за то, что вы пришли сегодня к нам в гости. Хочу ответить на ваш вопрос. Может быть, я, ну, ошибаться буду, но я то, что ошибки уже прошли, я хочу поправить. Небольшая поправка. Первое. Не донские казаки. Цветной фильм, как назвала телевизорительница, а кубанские казаки. Я этот фильм действительно увидела впервые. Первый цветной фильм в моей жизни был «Кубанские казаки». И фильм этот я увидела, «Будучи второклассницей». И было это в конце 40-х годов. Точно, конечно, год 48-й, 49-й, где-то вот так вот. Дальше. Второй фильм, цветной, который я наша увидела, это «Каменный цветок». И тоже поправку хочу внести. Нина Макарова сыграла там главную роль, вот эту хозяйку Медной горы. А Тамара Макарова. И чудо, чудо. Спасибо вам большое. Спасибо. Это я задал, видимо, тон ошибок сегодня. И пошли неправильно коверкать имена выдающихся людей. Моя вина. Галина из Москвы. Галина, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Галина, слушай. Я хотела бы сказать вам, скорее выздоравливайте, скорее поправляйтесь. Спасибо, я уже почти, что припрыгнулся. И, пожалуйста, передайте, так сказать, Леониду Безлазаровичу большое-большое спасибо. Увижу передам. Фильм «Белые одежды». Спасибо. Спасибо вам большое. Действительно, фильм замечательный, «Белые одежды». Я думаю, что он отличный от других и для самого Леонида Григорьевича, да? Да. Потому что, ну, во-первых, это такое первое большое полотно, да? Семь серий все-таки, да? Семь серий, да. И каждая серия по часу 30-ти. Это снимался фильм на пленку, поэтому это фактически, это семь фильмов полнометражных. Мало того, этот фильм мог получить и государственную премию, насколько я знаю. Он прибегался на государственную премию, но этот фильм, да. Но по каким-то причинам? Ну, там есть свои причины, по которым не будем уточнять. Корпоративные, как правило, это причины. Да, да, корпоративные, да. Всегда происходят именно так. Но, вы знаете, я за этот фильм боролся. Вот я недавно журналистке одной итальянской давал интервью, такое небольшое, поэтому по поводу Динцева, там они большую пишут работу по поводу Динцева. Я за этот фильм очень боролся, признаюсь им, за постановку. Это не совсем легко было получить, потому что я к этому времени, ну, снял две художественные картины, не более того, а за постановку «Белых одежд» боролись очень известные, именитые режиссеры. Вот. И мне удалось победить все-таки. Ну, наверное, сказалось, что мое дедомовское прошлое, когда нужно зубами грызть, чтобы чего-то добиться. Но на самом деле, когда я получил добро от Динцева, а нужно было получить добро от Динцева, может быть, я опережаю ваш сценарий. Нет, 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 нет. Каким образом, может, я опережать? На самом деле, когда я получил добро от Динцева, нужно было обязательно получить добро от Динцева. Ну, конечно, он написал. Да. И он утверждал режиссера. Как автор, да? Как автор, да. Он утверждал режиссера. Он был очень своеобразный человек. К нему нельзя было так, знаете, пришел с кондачка, и ты ему понравился. Нет. Я с ним, так сказать, долго... Вели свою дипломатику. Да, первое знакомство было достаточно сложно, было устроено, чтобы я с ним познакомился. Но, когда я все-таки был утвержден как режиссер, и когда я сказал своим педагогам, что я буду делать белые одежды, мои педагоги сказали, Леня, что ты наделал? Ты себя погубил как режиссер. Это произведение поставить невозможно. И кто читал «Белые одежды» роман, знает, что это очень сложный роман для постановки. Там монологи героев по шесть страниц. По Сашков, там шесть страниц монолога. Там генерал Свешников, там пять страниц. Это невозможно. Как это можно экранизировать? Но я был настолько влюблен в это произведение, признаюсь, настолько был убежден, вот почему-то я видел это произведение. Я был убежден, что я сделаю хорошую картину. И я могу сказать, что без хвостовства я очень люблю эту картину, считаю, что это моя большая, большая удача. И большая удача не только там моя, но и актеров, которые у меня снимались. И Гаркалина Валерия, и Жанна Эпле, и Владимир Антоника, который сыграл Краснова в этой картине. И многих, многих всех прекраснейший, и Болтнева прекраснейший совершенно, который Стрегалёва сыграл. Абсолютно могу перечислять. То есть это была такая общая удача. Неожиданная. Давайте увидим фрагмент из этого фильма прямо сейчас, потом вернёмся. Фильм, на мой взгляд, замечательный. Я уже говорил, что он отличный от других работ Леонида Григорьевича. И Леонид Григорьевич сам рассказал уже историю создания картины. История долгих переговоров с автором. История возможности экранизировать. Была возможность вообще этот крест на себя поставить, как на режиссёре. Это тоже предрекали Белозоровичу. В общем, этот человек, которому предрекали крест неоднократно в жизни. Но человек с упёртым детдомовским детством, выгрызая свою судьбу, вперёд идёт в дальнейшем. Я думаю, что и все современные сериалы, о которых мы подробно на канале «Ностальгия», просто неуместно говорить. Про «Ундину», про другие сериалы. Вы тоже все нежно любите и наверняка вечерами смотрите. Современные работы Леонида Белозоровича, я имею в виду. Если сейчас внимательно смотрели за тем же Белозоровичем и за тем же Гаркалиным, то наверняка обратили внимание, вот мы сегодня про дубляж говорили в начале нашего разговора, на голоса. Мне кажется, они немножко отличаются в картине. Не совсем своими голосами вы там говорите. Хотя ваш голос, он очень хорошо, органично лёг в данном случае. Голос Валеры Гаркалины мы знаем хорошо. И там сложно иногда, что он вообще произносит. Трудно понять иногда. Да, трудно понять, да. Но здесь он вас членораздельно говорит. Ну, он старался. Он старался? Не будем тайну открывать? Кто за него старался? Ну, можно открыть, конечно, тайну. Конечно, старался я за него. Редко такое бывает, когда сам актёр просит, чтобы его... Да, это правда. Я могу это смело сказать, что Валера Игорь Гаркалин меня лично попросил, чтобы я озвучил эту роль. Так сложилось, что Валера, он блестяще сыграл. Я считаю, что это удивительная совершенно роль его. Одна из лучших ролей его. Одна из лучших. Так получилось, что он в театре, и он не мог нам дать где-то месяца полтора стоять у микрофона, чтобы озвучить себя. Он не мог нам... Он просто не мог дать только времени. А всё-таки ему было жёсткое производство. Это заказ центральной телевидения. И мы вынуждены были сдавать. И Валера меня попросил. Говорит, Леонид, я тебя прошу, вот, озвучь меня. Так что я озвучил с его разрешения. Сделаю. Меня уже озвучил другой человек, другой актёр. А я озвучил... Да вы могли бы и там, и там справиться. Это же в вашей практике было, как мы выяснили уже. На одной картине озвучивать несколько человек. Родная Беларусь на прямой связи. С нами Николай. Добрый вечер. Николай, не дождались. Извините, что не смог сразу. Николай, как только перезвоните, сразу же прерву на полусловие наш разговор. И примем ваш звонок. Борис из Киева. Борис, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Борис. Слушаем вас. Я о цвете и ЧБ. Вкратце и грубо говоря. Цвет имеет ограниченности, имеет границы при переходе. А ЧБ имеет, как говорится, по полутонам. То есть от белого к чёрному. Вы представляете, сколько переходов, сколько этих полутонов. Их бесконечно. То есть цвет ЧБ вмещает в себя всю жизнь. Всю нашу жизнь. А цвет, он ограниченный. Вот так вот. Такое предположение. Спасибо. Ну, мы можем домыслить иногда, глядя на черно-белные фотографии. Придумать цвет себе. Какой этот человек может сидеть в данном случае рубашки. Какого цвета у него глаза. Да, и это полутона, это во многом полутона нашей ностальгии. Когда мы смотрим черно-белые фотографии, это всё оттуда. Когда о цвете и речи просто не было. Это сейчас есть возможность выбирать. Я сделаю стильный черно-белый, чем сделаю цветный. Тогда были только черно-белые варианты. Это тоже наша ностальгия. 617, 51, 97. До конца эфира не так много времени остаётся. Год вы всего проработали на Белорусской киностудии. Потом вы штатный актёр киностудии имени Горького, насколько я знаю. Несколько лет работаете. Потом поманила в режиссур. Ну, не совсем так. Что-то не понравилось? Знаете, не совсем так. Дело в том, что когда всё-таки началась эта обойма этих военных ролей. И когда я дошёл до звания генерал-лейтенанта. В картине, по-моему, однажды осенью. Ах, вы ещё росли под звёздочками, да? Да, под звёздочками, конечно, конечно. Хотя у меня были роли, которые мне очень нравились. И которые, я считаю, что они в удачной моей актёрской карьере. Это вот в «Лесах под Ковелем» Колька Трофимов, партизан. Такой очень легко разудал. И там «Баллада о старом оружии». У меня был шофёр Деркачёв. Очень хорошая роль. И мне не стыдно за такие роли. Но тут, когда я дошёл до звания генерала-лейтенанта, я почувствовал, что уже наступил какой-то предел. Потому что другого-то не видят. Не предлагают другого. Предлагают только военных-военных. Знаете, такой штамп. Это одна причина. Вторая причина, что всё-таки мне не попадалось режиссёров, которые бы меня так устраивали как личность, как актёра. Это была вторая причина. И третья, наверное, причина. Я когда учился ещё на актёрском, то Игорь Васильевич Таланки что-то сказал мне. Он сказал, слушай, у тебя другие мозги. Ты всё время контролируешь себя. А ты немножко не актёр. Актёр, понимаете, он растворяется полностью. А у меня всё время со стороны контроль. Контроль какой-то. И я почувствовал, что это действительно, что режиссёр – это, наверное, что-то моё. Меня что-то безумно потянуло. Стоп. Я обещал, если человек из Беларуси перезвонит, то я на полусловие прерву просто. И примем звонок Николая. Николай, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот говор белорусский я чувствую сейчас немножко. Да, родной. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, говорите, говорите. Вот. Я думаю, цветной фильм первый появивший, который мы увидели. Поднятая целина. Поднятая целина. Так. Хорошо. Спасибо вам за вашу версию. Она тоже принимается. Ну, быть может, у каждого своё цветное кино. Мы об этом уже вначале говорили. Мы начали говорить о режиссёрском начале Леонида Григорьевича. Хочу вам показать самую первую картину Белозоровича и режиссёра сейчас. Потом вернёмся. Катенька. Первая режиссёрская работа, да? Ничего я не ошибся. Нет, нет. Диплом? Или это просто уже? Нет, это полнометражная художественная картина. Нет. Диплом не был другой. Оксану Арбузову мы сейчас увидели, которую вы открыли для нас, да? Как режиссёр. Я привёл её с восьмого класса в кино. Собственно, мы случайно нашли. Мы отчаялись, потому что мы никак не могли найти героиню этой картины. У меня, не знаю, у меня что-то... Мне казалось, должна быть какая-то светящаяся, необыкновенная девочка на эту Катеньку. Потому что, ну, это нестандартно должна быть какая-то актриса. Мы перевернули там всю Москву. Студия Горько бедно стонала, потому что все девочки оккупировали студию Горького на Катеньку. Были фантастические истории с поиском этой Катеньки. И, наконец, я посылаю своего ассистента. Я говорю, Феликс, я тебя прошу, вот заходишь в класс, просто фотографируй и уходи. Фотографируй и уходи. А я уже буду потом смотреть по типажам выбирать. И вот он мне приносит пачку эти фотографии. Подписан, в каком классе, в каком школе. И я просто так вот сижу, рассматриваю эти фотографии. Наконец, я вижу девочку, которая сидит. Я говорю, вот она, Катенька. Это была Оксана Арбузова. Я говорю, срочно найдите ее. И он привозит меня. Я когда увидел, я сразу понял, что это она. Потому что у него улыбка была. У него глаза были фантастические. Улыбка фантастическая. Она светилась вся. Вот то, что нужно было для этой девочки. Я думаю, благодаря вам ее увидел и Иван Ахлобыстин тоже. Может быть, да. Конечно, было сложно с ней работать, потому что там восьмой класс была. А я был в этом бородатый. Маленький кусочек эпизода буквально скажу. У нее был тяжелейший монолог. Она бежит там за героем. Говорит, Гриша, он уходит на фронт. Нет, я вас люблю. Дарочка его бросила. Говорит, сестра Брон. Говорит, я вас люблю. Возьмите меня. Возьмите. Я ваша буду женой. Вы замечательный. Та-та-та-та-та-та. И она никак не получается. Длинный кусок. Пробег. Монолог. И я это все и показываю. Я пробегаю. Падаю на колени. Это все говорю. И бородатый мужик на колени пещается. Она смотрит. Говорит. Это мы должны играть в Катеньку. И вся группа упала. Это да. Да, да, да. Я сейчас уже в интерпризном спектакле играю. Когда нам режиссер показывает, я говорю, это тебе надо играть. Это женские и мужские роли все подряд. У тебя это лучше всего получается. У нас меньше минуты остается, Лен Григорьевич. Расскажите, что вы имели в виду? Какое цветное кино? Нет, ну я, конечно же, я хотел с подвохом задать вопрос. Но наши зрители настолько образованные люди оказались настолько. Конечно, я имел в виду маленький каверзный вопрос по поводу картины, конечно, пронес потемки. Но все это прекрасно знают. Так что я очень рад за наших зрителей. Потому что я вижу, они все очень подкованные. И называют картины, которые, в общем-то, все известные. Спасибо вам за сегодняшнюю встречу. Спасибо вам. Спасибо. Очень рад был с вами познакомиться и увидеться сегодня. Действительно, вы для нас просто ликбез сегодня провели по черно-белому кино. Но и для нас были открытия, просто некоторые ваши ответы. Увидимся завтра в 22 часа. До встречи.